И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы с вами дейджестируем, то есть обсуждаем целый спектр различных музыкальных релизов, вышедших за последние недели и месяцы в маленькой сжатой компактной форме, потому что во всех остальных формах, увы, не получается. Зато получается охватить побольше, да покороче. Итак, поехали! Удивительно для меня, этот альбом очень даже неплохо зашел как одноразово развлекательная компиляция привычных суицидбойзовских тем. При этом чувствовалась какая-то осознанность, музыкальное понимание того, что пелось и читалось в песнях. Не могу сказать, конечно же, что хоть одна из них стоит даже близко, рядом там по хитовости с их бенгерами многолетней давности, вот все, весь классический спектр их песен, но, по крайней мере, здесь они звучат намного плотнее и мелодичнее большинства современных рэперов, которые не в состоянии даже кочевые биты делать, дожили. Эти же товарищи все еще в состоянии дать тот самый нескульный грув, при этом даже немного эволюционируя лирически и вокально. По крайней мере, рефлексии касательно депрессии, помноженных на коммерческих успех, у них работают равно так же, как и привычный агрессивный посыл в сторону хейтерков различных мастей. Тем не менее, поскольку в альбоме намного больше песнопений и чистых вокалов, то воспринимаются эти старые строчки довольно-таки свежо. Мне нравится, что с годами песнопений и вокалирования у товарищей получаются мелодичнее и менее так крикливо и истерично. Возможно, в будущем мы услышим подобного вот около эмо вокального звука побольше, да почаще. То есть у них получается неплохо, я надеюсь, это будет для них неплохой нишей в будущем. То есть, если брать последние работы Suicide Boys после их коллаба с Баркером, эта пластинка пока мне нравится больше всего. Симфо Дэдкор И тут я сразу оговорюсь, что их новые EP с новым вокалистом мало чем привлекало на прослушивание больше пары раз. Тем не менее, это оказалось не настолько плохо, каким мне казалось на старте. Мне отдельно понравился титульный трек и его вот эта вот большая дэтметальная и технодетовая ориентированность, нежели начальный брейкдаун фест первого сингла. Мне нравится то, что шоры начали делать чуть более понятную структуру припевов-куплетов, которая хоть и читается хуже, чем в обычных металлах, все еще присутствует, особенно во второй и третьей песне. То есть, основные мелодические темы кое-как очерчиваются, припевы становятся более понятны и более драматичны по настроению, а все остальное это привычная Лорна Шорева. Мне потому и не зашла частая затянутость песен, как это происходит в треке To the Hellfire, ведь песня могла бы идеально закончиться на отметке в 4 минуты 30 секунд. Но нет, нужно было вставить пеликольных гитарных упражнений и отвратительно скучного брейкдауна под конец, который никак не мог закончиться. Однако, в целом, мне кажется, что шоры все еще хотят постепенно переходить, возможно, в техно, в дэт, в блэк или в симфо-стилистике намного плавнее, чем может показаться кому-то или чем переходят другие группы. А даркордные элементы оставляют пока еще, чтобы фан-база не сильно пугалась изменениям. Как бы там ни было, но шоры еще могут удивить, мне так кажется. А вот это любимый альбом за весь август. Сколько всего напаковано в этот релиз, что даже не передает словами, насколько он ощущается многослойным и как он раскрывается совершенно с разных сторон в различное время. Безусловно, для Death Heaven это был довольно значительный уход из блэк-гейза с экстрим-вокалом и аннигиляторной пушкой в пост-рок с элементами шугейза. То есть, из довольно яркой и радикально выраженной структуры песен, где контраст между экстрим-вокалами и легкими гитарными партиями ощущался значительно, то есть ты понимал, да, где какой сегмент и как он звучит, то данный альбом перерос в постепенный поток из мелодий, ритмик и еле-еле заметных вокалов. Ровно как и все того же экстрима, который просто проплывает там мимо и только создает нужное настроение в песнях, то есть даже в отдельных сегментах песен. И да, конечно, этому альбому требуется больше внимания и фокусировки, так как он редко будет брать внимание на себя и просто проходить вот своими шумами и мыльными эффектами мимо. Потому он и может показаться проходным таким расслаблятельным пост-роком на один раз. Но, когда зацепишься за пару-тройку фраз в вокале, начнешь копать глубже в текст и понимать, какие непростые эмоции и истории здесь рассказываются, то все приобретает дополнительный смысл и все играет другими красками. Темы здесь действительно поражают взрослостью и глубиной. По типу песня In Blur рассказывает, рассказывает о том, как образ обращается к богу после потери любимого человека, зная, что ничего не дождется в ответ, но ему как-то нужно высказать все несказанное, что нельзя передать словами другим людям. Great Mass of Color — это иллюстрация бессонницы как раз в момент рассвета, вместе с постепенным осознанием того, что личность главного героя просыпается как раз в моменты таких ментально-физических ступоров. И это, кстати, не я сейчас придумываю все эти трактовки, это примерно то, что рассказывают сами господа из группы. То есть, этот альбом — это вот одна такая сплошная иллюстрация тому, что может почувствовать человек, эмоции которого ну не совсем можно вместить в обычные черно-белые рефлексийные рамки. Музыка здесь выстраивает атмосферу и погружает в историю текстов, что по-своему круто. Да и на самом деле просто послушать в это осеннее время, залипая в окно, тоже отдельное удовольствие. Очень рекомендую реально практически всем, так как в самом худшем случае вы получите хороший меланхоличный слушательский опыт, а в лучшем — новые мысли и резонанс с теми образами, которых не дал больше никто в этом месяце. Несмотря на то, что это по сути является привычным альбомом для киллерсов, он довольно неплохо выделяется среди нынешнего барахла в мейнстримной музыке. Как минимум, Флауэрс со товарищей решили поднапрячься чуть-чуть и сделать какой-никакой стори-тейлинг и концепт в лирическом контенте. Это различные истории и очерки о том, как живется людям в американской глубинке, со своими драмами, со своими несправедливостями, радостями, горестями в различных формах. Причем, именно вставки записей живых голосов различных граждан, вот как раз перед песнями, после песен, добавляли к настроению намного больше и делали музыку ярче, действительно. В остальном, это небольшой отход от танцевально-олдскульного альбома Implodin' the Mirage и фанково-флексового Wonderful Wonderful, так как здесь больше упор на кантри-рок с переменными вкраплениями грязных гитарных соло или даже внезапных шумов для пущего нарративного эффекта. Сам же Flowers звучит ровно, понятно и выдает полностью все то, что от него ожидают как раз любители его голоса. В сухом остатке киллеры довольно неплохо совмещают привычные для себя кантри-роковые звуки и аккорды, сыгранные сто пятьсот раз. Привычный вокал Flowers'а и нарратив за жизнь, что уже выделяет его намного лучше и сильнее каких-нибудь условных, но Imagine Dragons, которых мы еще обсудим в следующем выпуске дайджеста, которые, забегая наперед, даже в живой звук не смогли. И потому вот этот альбом киллеров я бы советовал как раз для любителей радиофрендли-рока вот этого правильного образца, как говорят некоторые. Три песни Gorillaz как фрагментальный кусочек нового контента от Альборна во всех привычных и традиционных для себя стилях и звуках. Коллапс с рэпером, реговая зарисовка Джимми Джимми и лайвовая запись Дежаву. Все продолжают стиль, заданный последними альбомами, и пока никоим образом не показывают ничего там нового, сверхинтересного в плане креативного развития. Возможно, это просто разогрев перед чем-то большим и более интересным. Но пока у меня все еще складывается впечатление, что Альборн упаковался в зону комфорта, вот таких коллабораций с рэперами и разнообразными сол или реги-исполнителями, выполняя исключительно функцию там компоновщика и толкового аранжировщика. Посмотрим, что еще будет в будущем, конечно же. Компиляция Бриджей. Обалденный Бриджик. Такие альбомы заставляют соглашаться с теми слушателями и критиками, говорящими, что прогрессивные жанры это музыка для музыкантов, или музыка для гитаристов, так как именно это и происходит на всех треках прямо на этом альбоме. Здесь мы слышим техничные, но редко выразительные потоки из ритмик, диссонансов, грувов и брейкдаунов в перемешку с разнокалиберными формами вокальных партий. Все жужжит, все кричит и острит слух по самые помидоры. Вопрос только в одном. Как отличать одну песню от другой? Если по вокальным партиям, то они очень редко циклируются, дабы обозначить какую-то центральную мелодическую тему. Если по гитарным, то они редко читаются за стенами линий баса и барабанных сложносоставных ритмик. И потому это дело как раз воспринимается как компиляция различных технических идей, которые еще не дошли до развития в полноценные песни. Причем, я допускаю, что такая вот потоковая, если угодно, структура была выбрана осознанно самими ребятами из группы. Окей. Другой вопрос. Почему тогда нельзя было их упорядочить по динамике уже в студии, во время сведения там и продакшена и прочих-прочих-прочих дел? То есть, дать какому-то одному инструменту или вокалу лидирующую позицию в каждой из песен, а остальные партии будут больше на аккомпанирующих местах? Так бы соблюдалась очередность и некая интересность, когда вокал сменялся бы гитарами или барабанными ритмиками или чем-нибудь еще. Но вместо этого альбом продолжал выкручивать вот просто на максимум все громкости всех партий, отчего часто оставалось впечатление, что партии просто борются друг с другом за внимание слушателя, а не создают что-то цельное и коллаборирующее друг с другом. То есть, музыка джинджера все так же остается не моей любимой в прогрессивном жанре, несмотря на мое уважение и восхищение их технической работой, конечно же. А вот такой вот вариант прогрессива как раз нравится намного больше того долбилого, о котором мы поговорили только что. Конечно, тяжесть и жесткость звука и лирики совершенно не так, которые привыкли любители жмыхалова, и тяжести изо всех щелей, да? Но зато здесь можно включать и не держать свой слух между молотом и наковальней всех инструментов сразу. Тут скорее получаем прогрог неторопливого и неспешного образца с легкими и ненавязчивыми развитиями и драматичным вот этим околооперным бокалом, от высоты которого летишь в потолок моментально. Вместе с этим мы слышим действительно крутую и неподражаемую работу на техническом как раз уровне, когда каждая партия в песнях имеет свое место, имеет свое время, имеет свою позицию и меняется как раз вместе со всем остальным контентом в песнях. Это как раз вот позволяет внезапным скачкам по громкости или включением новых инструментов менять настроение и влиять на восприятие, а не продолжать заезженную пластинку на одном и том же пеликанье. Что характерно, почти все песни, кроме Бенгера The Silent Revelation, начинаются как такая, ну, довольно пустоватая и акапельная R&B-блюз песня, которая только после второй минуты как-то там начинает шевелиться, раскачиваться, мелодически включаться в весь процесс музыкальный. А вот за то, когда процесс пошел, то получаешь просто вау-эффект от мощи вокала и инструментальной поддержки, к которому хочется возвращаться снова, снова и снова. То есть, если выбирать прог-альбом за август, то альбом Лепросов однозначно будет одним из советуемых вам на прослушивание 100%. Альбом Сила Соляры это пока слабейший креатив, сделанный Лордой на данный момент. Я много жаловался даже на предыдущий альбом Мелодрама в момент релиза, но даже тогда можно было прочувствовать не только пару-тройку интересных мелодий и вокальных линий, но по крайней мере ощутить иллюстрацию молодецких отношений между людьми, которые там сходятся и расходятся всеми возможными способами. Тут же единственное настроение и атмосфера, которая доносится этим альбомам, это лето, это жара, это подростковая романтизация травокурения и беспорядочных эмоциональных связей. Окей, настроение и лирика то такое, да? Все-все понимаем, все-таки имеем дело с поп-музыкой. Но сама музыка сделана по модели Лепки и стилистик Ланы Дели Рей и Беляша, заимствуя, кстати, все худшее от обоих. В итоге мы получили тонную сонливость акустической гитары и таких же минималистичных клавишных аккордов вместе с полушепотливыми гарбониями вокала. В итоге получились довольно скучные попытки в танце или баллады на хиповской манер совершенно сухим вокалом, причем как тонально, так и мелодически. То есть, для летнего радиоальбома или для музыки в примерочных он очень даже неплохо подходит, поскольку он не будет отвлекать вас тупо ни от чего. Под него даже можно дрова рубить, не боясь попасть острием по пальцу. Лорде удалось невозможно. Сделать трехминутные песни затянутыми и пресными да нельзя. Причем, наверняка, если оставить вокалы как есть и разбавить их более разнообразными выразительными аккомпанементами, то все заиграет совершенно другими цветами и красками. Но, увы и ах. А вот тут как раз совершенно обратная история. Несмотря на то, что в альбоме осталось пара-тройка пресных баллад под акустику или еще одиночные тусклые выхлопы в околопанковой манере, большинство здешних песен Халзею удалось сделать ну просто на ура. Внезапная коллаборация с Терентием и Атикусом из Гвоздей оказалась ну более чем удачной, ведь ее вокал здесь прекрасно контрастировал с традиционными 9-inch nails'овыми, с традиционными 9-inch nails'овыми арпеджиированными синтезаторами, минорно диссонирующими пианинными интервалами и гулкими индустриальными барабанами. В результате получалось часто что-то наподобие Бенгера I'm Not A Woman, I'm A God, врисовывая песню в невиданном до сих пор стиле поп-индастриала. И как раз этот вот контраст, эта разница между темным и зачастую жутковатым инструменталом и ярко-острым вокалом Халзея подчеркивал драму в текстовках о роли женщин в нынешнем мире, феминизме, материнстве и прочим-прочим-прочим. И как раз вот эта разница смогла создать намного более мрачное и триллерное впечатление, чем было когда-либо декларировано конкурентами в жанре современного попа. Я здесь получил совершенно неожиданный слушательский опыт, когда электронная динамичность гвоздей радовала и автотюновый вокал Халзея не раздражал. Наверное, это потому и будет первым альбомом, который я дослушал с самого начала до конца, не заснув, не испытав при этом чувства стыда или какого-то недоумения. Дополнительно, мне также нравится желание Халзея искать что-то новое, пробовать себя в неизвестных стилях и в результате давать что-то такое вот, что-то подобное. Будем ждать дальнейших экспериментов, надеюсь, что это для нее будет не единичный случай. Господа компенсировали своим альбомом сомнительные эксперименты мастодона в жанре, равно как их попытки молодиться со старческим задором. Здесь же турн стили не столько напаковали всеми любимых хардкориста панковых ритмик и полик вместе с кричащими вокалами обо всем подряд, но и очень тонко вместили олдскульности, в том числе и старого грув металла а-ля какая-нибудь условная пантера, или местами шугазных ритмик для лишнего мыльного звука. Практически в каждой песне можно найти подобный сюрприз, когда в песне Дон Трлау внезапно начинают врываться карибские барабаны и такие же клавишные партии под ревущие гитарные квинты. А самое главное, песни по две минуты, которые сконцентрировали в себе все это безобразие из таких вот различных идей и зарисовок, налепленных на панковую основу, при этом сделаны очень последовательно и очень интересно. Потому я испытал исключительно позитивные впечатления от альбома, и поэтому я бы рекомендовал и советовал этот альбом на прослушку вместо очередных недопотука Товспрингов или кого-то другого из алдырей. Здесь одновременно держатся и своих панково-хардкорных корней, и не боятся успешно экспериментировать с инди или с грувметальным звуком раннего образца. А стонерский налет от песни Fly Again как будто относит к чему-то прогрессивному, ну вот а-ля Мастодон. То есть спектр эмоций, спектр отсылок, спектр различных идей и вдохновений реально большой, и поэтому для меня это было одно удовольствие слушать. И бонусные включения, то есть совсем коротюсенькие предложения о некоторых альбомах. Например, Between the Bird and Me. Это примерно такая же история, как с альбомом Джинджеров, только в более понятной и удобоваримой оболочке. То есть чуть более мелодично, чуть более музыкально и чуть более разнообразно. Но все еще слишком много скачков по идеям и превалирования техники над выразительной композиционной работой. Если говорить совсем грубо, да, то это лучше Джинджеров, но на мой взгляд это послабее тех же Лепросов. Пхинья Хосы, я не знаю как их правильно зовут, пускай будут Пхинья Хосы. Это очень качественный металлкор олдскульного образца. Буду согласен с теми, кто называет их альбом August Bronze Red без лишней дрочильни и с неплохими вокалами, в том числе и чистыми припевными партиями. Я бы посоветовал его абсолютно в любое время вместо нынешнего креатива Bullet for My Valentine и подобных корщиков, которые типа сделали пожестче. Лингва и гнотов, увы, не удалось расслышать за стенами воя и фолковых атмосфер. Слишком искюство на мой слух. А новую песню Dream Theater я честно просидел 40 секунд, потом целый день проветривал в комнате. А так это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, что вы из списка нашего слушали, что вы не слушали, что понравилось, что не понравилось и какие альбомы стоит включить в следующий выпуск нашего дайджеста. Рядом с моей головой вы увидите другие видео, в том числе дайджесты, дискографии и прочий-прочий контент. А в описании вы увидите целый спектр ссылочек, в том числе и наш твич, где мы стримим по пятницам и по воскресеньям каждую неделю. Приходите к нам, у нас очень уютно и душевно. А так это все на сегодня, дамы и господа. Всем спасибо и всем пока.